С нами на связи Валерий Яковенко, руководитель группы компании Drone.ua, эксперт в сфере беспилотных технологий и робототехники. Приветствуем вас, Валерий, в эфире телеканала Freedom. Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую. Я понимаю, что задам общий вопрос, но хотелось бы от вас получить оценку в целом, какую бы вы выделили роль дронов в этом противостоянии с Российской Федерацией, но и в целом, если мы говорим о беспилотных летательных аппаратах. Речь в том, что мы перед собой видим первую в мире войну, где дрон выполняет критических ролей в получении информации в том, чтобы проводить разведку. И в первую очередь это инструмент аналитики, который стал незаменимым, без него невозможно. И это абсолютно разный дрон, абсолютно разная техника. И Украина показала, как можно современную технику, современные технологии противопоставлять брутальной силе оккупантов, при этом сохраняя жизнь украинских военных. Украина воюет технологиями, и без этого уже никак. И здесь она преуспевает. Да, скажите, а по вашему мнению, вот если говорить сейчас, знаете, то, с чего мы начинали, и то, к чему мы сейчас пришли, да, и в частности, вот если это сравнить с тем, что сейчас может нам противоставить Российская Федерация, да, в целом, то как бы вы оценили потенциал, который мы накопили к этому времени, и тот, который использует противник? Очень важно сравнивать сопоставимые вещи. Мы очень много видим картинок с поля боя, когда дроны используются украинскими военными, когда они используются для разведывательных целей, когда они используются для того, чтобы наносить определенные точечные удары, когда дроны используются для ударной определенной функции и так далее. Мы точно так же понимаем и видим, как это собирается делать противник, и делает это противник, но когда в определенных горячих точках мы видим нас, когда сильно наканеляется ситуация и проводятся какие-то определенные активные действия, то создается впечатление, это субъективная оценка, что Украина более эффективна и более активно использует технологии, концентрируя свою мощь, иногда превосходя противника в 7 раз. Это субъективная информация. В то же время мы видим, как часто дроны звучат в различных сюжетах, и каждую ночь мы видим, как дроны сбивают на территории Украины, и эти дроны уже используют Арефия. Здесь важно отметить, что Арефия свои дроны использует в абсолютном большинстве против мирных украинских городов, просто пытаясь доносить террор, атакуя каждую ночь или через ночь регулярно украинские города. Все это сбивается, но тем не менее дроны мы также слышим и со стороны оккупантов. Поэтому, когда мы говорим о технологичности, когда мы говорим о разведке, с объединением технологий Starlin, когда мы говорим об объединении с разноманитными программными комплексами, которые позволяют видеть картину и поле боя каждому военному специалисту для того, чтобы безопасить себя, то здесь Украина однозначно показывает класс не просто в сравнении с варварским оккупантом. Это то, чем восхищаются и наши союзники. Системы, которые создаем мы, комплексные. Дроны, программное обеспечение, спутниковые системы связи, системы слежения и обмена информацией, все это находится на уровне тех систем, которые мы разрабатывали с десятилетиями, а все это сделано здесь, сейчас, в Украине, и очень быстро. Знаете, такой футуризм и, возможно, планирование войны всегда рука об руку, ну, по крайней мере, в цивилизованном и развитом мире идут. И вот скажите, как успешное использование вооруженными силами Украины и технологий, которые предоставляют наши партнеры, помогает в развитии промышленности обороны, включая конкретно производство и создание нового вооружения? Конечно же, не для того, чтобы войны продолжались, а для того, чтобы, наоборот, их в будущем не было. Для того, чтобы оборона была действительно в дальнейшем все более и более качественной и на более высоком уровне. Когда в 2014 году начались первые военные действия, когда Россия проявила свою агрессию, особенно когда сейчас, 24 февраля прошлого года, началось полномасштабное отражение, Украина продемонстрировала, насколько важны новые технологии и новое вооружение для того, чтобы обезопасить себя, обезопасить свои границы и охранять свои территории. В самом начале мы ориентировались на те технологии, которые поставлял нам Запад, которые помогали нам развиваться и охранять свои рубежи. Но в то же время это закладывало фундамент того, что Украина понимала, какое же самое, какое именно оборудование необходимо для того, чтобы защищать себя. И если мы говорим о дронах как о теме сегодняшнего диалога, то в самом начале мы рассчитывали на те дроны, которые мы могли получить в качестве военной помощи. Сейчас мы можем с уверенностью сказать, что украинские производители, украинские инженеры в определенных сегментах производства оборудования, особенно когда мы говорим о дронах самолетного типа с радиусом действия более 10 километров, здесь они уже могут дать фору зарубежным производителям. Они находятся не только на территории Украины. Это десятки и даже больше сотни различных украинских команд инженеров, которые в том числе находятся на территории стран НАТО, собирая дроны, которые в дальнейшем помогают защищать Украину и рубеж безопасности всей демократии всего мира. Абсолютно. Валерий, а скажите, вы как человек, непосредственно принимающий участие в этих процессах, связанных в целом, в том, как сейчас чувствует себя история дроновая, беспилотных летательных аппаратов в Украине, а что сейчас, знаете, с процессом, который можно назвать, знаете, собственное производство беспилотников в Украине? Потому что мы понимаем, что некоторое производство присутствует, но вот все говорят о том, что нужно эту историю ставить на определенный поток, который сможет удовлетворить потребности в УСУ или хотя бы закрыть определенные моменты в том, какие необходимы аппараты и для каких операций. Есть несколько сегментов использования дронов. Больше 95% всего функционалов дронов — это разведка. И здесь у нас есть понимание того, что дроны есть короткого радиуса действия до 10 км и более 10 км. Когда же мы говорим о дронах радиусом действия более 10 км, то здесь, как раз здесь, появляется та возможность, где действительно получается изменить температуру по палате, изменить вообще ситуацию на поле боя. И эти дроны как раз в этом сегменте и начинают более активно производиться силами украинских инженеров. Здесь возникают производственные возможности, которые подхватывают различные команды. Все это происходит с использованием тех проектов помощи украинского государства, которое появляется. Все это реализовывается с помощью и участием международных групп инженеров, которые присоединяются к украинским разработчикам, разрабатывая все новые и новые и новые комплексы. Таких аппаратов, такого производства становится все больше. И действительно, вы правы. Речь не только о том, чтобы удовлетворить потребности ЗСУ сейчас. Речь о том, чтобы создать определенную основу военно-промышленного комплекса и, я бы сказал, технологии безопасности, которые позволят обеспечить нам высококачественное оснащение украинской армии и в том числе стать основой для экспортного потенциала, когда мы говорим о технологиях безопасности. Потому что те технологии, которые сейчас позволяют превосходить противника на поле боя, те технологии, которые сейчас позволяют освобождать украинские территории, они доказаны на практике, они уже востребованы во всем мире. И мой коллега Юрий спросил вас о возможности производства в Украине определенных технологий. И я думаю, что логическим продолжением будет нашего диалога спросить, насколько важно не допустить технологии в страну-агрессор. На это влияет и санкционное давление, которое влияет на недопущение поставок определенных комплектующих. Да и в целом, я думаю, что без союзников развитие технологическое становится практически невозможным, ну, по крайней мере, очень отстающим оно будет. Вот насколько важно ограничить страну-агрессора даже после войны в технологиях. Вы абсолютно правы, когда вы говорите, что технология — это не достояние какой-то отдельной страны. Технология — это достояние цивилизованного мира. Украина — часть цивилизованного мира. И когда мы говорим о тех дронах, которые в состоянии действительно превосходить какие-то определенные технологические решения, оборудованные современными системами, которые противодействуют рэп на поле боя, которые могут использовать технологии искусственного интеллекта для того, чтобы автоматически менять или находить цели в процессе выполнения миссий, все это возможно, когда мы говорим о технологиях, которые создаются в Украине при помощи Запада, при помощи западных коллег, при помощи, в принципе, всего цивилизованного мира. Когда же мы говорим о болотах, то мы видим чаще всего достаточно брутальное использование достаточно простых и дешевых комплектующих. И даже несмотря на то, что это оборудование является технологически более отсталым, оно все равно опасное, там все равно взрывчатка, оно все равно направляется против мирных украинских городов, но тем не менее, каждое такое оборудование внутри себя иногда содержит технологии, которые могли поставляться с территорий западных стран, с территорий союзников. Каждый раз такое оборудование анализируется, каждый раз эти цепочки поставок санкционных компонентов, они находятся и они обрезаются. И это просто вопрос времени, когда абсолютно невозможно будет собирать террористическое оборудование страной, оккупантом. И здесь действительно необходимо работать каждый день. Санкции работают. И для того, чтобы санкции продолжали работать, необходимо каждый день следить, находить за цепочками поставок того оборудования, которое действительно может быть направлено против мирного населения мира. И весь мир также смотрит в эту сторону. Есть группы, которые работают и следят за тем, чтобы такого не происходило. Еще раз, санкции работают. И мы видим это даже по примеру того оборудования, которое сбивается силами украинской обороны. Оно технологически деградирует. Вместо того, чтобы использовать те компоненты, которые должны там быть, используется то, что есть. И сейчас определенное оборудование РФИ уже напоминает сборную солянку. Я думаю, что в этом направлении просто нужно давить сильнее, активнее работать и не допускать нарушения санкций. Да, Валерий, ну знаете, просто езжешь как бы раньше, помните, была такая ось зла, сейчас наблюдается тоже определенное объединение авторитарных режимов. Да, мы имеем дело, к сожалению, с сотрудничеством между Тегераном и Москвой. Да, потому что мы понимаем, что вот эти шахеды и дальше направляются на территорию России, которую она использует. А здесь что можно сделать? Вот как вы считаете? Да, и насколько Иран, возможно, не знаю, там, вы оценивали или не совсем, но мы понимаем, что так или иначе у этой страны есть возможности производить вот это вооружение. Да, как нам разбивать эту связку между Ираном и Российской Федерацией? Нам необходимо следить за тем, чтобы оборудование, которое передается в страну, оккупант, которое передается террористам, оно не производилось вообще. Необходимо каждый раз анализировать сбитые дроны, находить компоненты, которые использовались и обеспечивать, чтобы они никоим образом не поставлялись на территорию России. Я бы хотел сделать рецент на том, что эти дроны, которые собираются из таких компонентов, непосредственно, страной, которая уже привыкла работать под санкциями, это то оборудование, которое мы видим, что не используется на поле боя, оно используется как элемент давления, как элемент террора, устрашения украинского населения, и вы каждый раз видите, что где они сбиваются. Они сбиваются не на линии фронта, они сбиваются в тылу. И здесь активно с этим работает украинское ППО. Я бы сказал, что нам необходимо усиливать наши силы обороны, защищая железными, стальными украинскими куполами с каждым нашим мирным украинским городом. И здесь необходима помощь наших западных коллег. Нам необходимы патриоты, нам необходимо другое оборудование, которое можно устанавливать для того, чтобы закрывать все больше и больше территорий. И теми системами, которые не позволят использовать террористическое оборудование, они стены будут о нем разбиваться. Но если мы говорим о санкциях, то те технологии, которые действительно опасны, они не поставляются. И мы не видим примеров того, как эти технологии могли бы быть использованы против Украины. Мы видим, как используются определенные старые устаревшие технологии. А когда у стран необязательно из Ирана или из других авторитарных режимов возникает желание поставить что-то стране-террористу, то экономика дает явное понимание того, что потерять весь рынок как рынок сбыта никто не хочет. Ведь когда санкции начинают работать, то есть риск просто потерять все из-за какой-то мелочи, которая может быть поставлена на территорию страны-оккупанта. Поэтому крупные корпоративные клиенты, крупные заводы, крупные фабрики, они даже не надумываются на тему того, чтобы сотрудничать с Арафией. — Валерий, знаете, напоследок у вас не могу эту тему обойти, потому что когда ты смотришь на истории, где-то там взлетает борт и расчетное время подлета на Каспийский театр действий и маневров, чтобы оттуда запускать ракеты по Украине баллистические, ты вот так себе невольно думаешь, а что мы можем сделать с тем, чтобы эти борты не взлетали? Но ты понимаешь, что это расстояние, это тысяча километров, полторы тысячи километров, две тысячи километров. Да, если мы говорим о том, что страны Запада помогают нами дальнобойными орудиями, но понятно, что у них есть опасения по поводу эскалации и так далее, хотя мы понимаем, что это опасение все уменьшается и уменьшается, но все же нам нужно думать о разработках собственных методов и целей и, соответственно, технологий поражения законных целей для Украины на таких расстояниях. Что вы скажете по поводу истории с развитием, знаете, дронов, возможно, беспилотных летательных аппаратов, способных действовать на таких расстояниях? Тут нужно понимать четко, что есть законные цели Украины. Важно понимать, что несмотря на то, что происходит на болотах, в первую очередь все технологии и те решения, которые использует Украина, они должны быть направлены на то, чтобы освобождать украинские земли. Как бы там не хотелось что-либо сказать про эти самолеты, которые поднимаются в небо на расстоянии 3000 километров, нам в первую очередь необходимо освобождать украинские территории, освобождать Крым и делать так, чтобы все территории, которые являются украинскими законными, они были в Метте, и чтобы там был мир. И здесь важно говорить о том, что технологии необходимо использовать непосредственно на территории Украины, чтобы ее освобождать. Если мы говорим о том, что происходит на территории Арефии, то не гипотетически, а на практике технологии, способные поражать цели на расстоянии больше тысячи и даже до 3000 километров, у Украины есть. Есть и инженерные группы, и инженерные разработки, и даже официальные заявления государственных лиц о том, что подобное оборудование есть, оно тестируется в какой-то степени, оно эксплуатируется и так далее. Но оно используется исключительно по тем военным целям, которые находятся на территории Украины. Нам чужого не нужно. Поэтому, если что-то и должно происходить на территории Арефии, пусть оно происходит теми силами и теми организациями, которые хотят свободной Арефии, а не нашими украинскими военными, потому что наша задача это все-таки восстанавливать и освобождать украинские территории. Валерий, буквально коротко, да нет, получается, что для украинской оборонной промышленности, для Минобороны расстояние в 1000-2000 километров, в принципе, проблема абсолютно решаемая. Я говорю о военных целях исключительно. Это не проблема вообще. Благодарим, Валерий. Мы действительно не единожды в эфире говорили о важности того, чтобы поражать места сосредоточения российской техники. Валерий Яковенко был с нами на связи, руководитель группы компании «Дрон.Е», эксперт в сфере беспилотных технологий и работотехники. Продолжение следует...